Сталкер Зов Припяти Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видео, игры, компьютерных развлечений. Недавно все иксбоксовцы отпраздновали 10-летнюю годовщину шутера Halo. За эти годы мы так привыкли к мастеру Чифу, что уже трудно представить себе иксбокс без него. Да, мы его любим. Ну, к годовщине Halo мы еще сегодня вернемся, а сейчас предлагаю прерваться на другие игровые новости. Форно-актрисы, похоже, жить не могут без видеоигр. Сначала Кармен Электро и Терра Патрик засветились в новых похождениях Ларри и Сенс Роу 2, соответственно. А теперь за дело взялись их японский коллег. В компании Sega объявила кастинг на женскую роль для своей новой игры из серии Якудза. Предпочтение отдавалась девушкам, имеющим опыт кабаре-танцовщиц. И вряд ли кто-нибудь удивился, когда избранницей японских игроделов стала порно-актриса Тина Юсуки, более известной как Рио. Это исполнительница главных ролей в фильмах для взрослых. Просто обворожилась жюри своими танцами и всем остальным тоже. Нет, ну вы посмотрите, какая цыпа. Ждем, ждем тебя, Тиночка, в видеоиграх с нетерпением. Эх, какая женщина, какая женщина. Один из самых сексуальных самцов Голливуда и по совместительству муж Лары Крофт, красавец Брэд Питт, недавно облажался в прямом эфире на радио. Один геймер задал ему вопрос. Наш басист сильно лажает в рок-бэнд. Не пнуть ли мне его под зад коленок? На что Брэд ответил. Если бы кто-то из музыкантов в вашей группе играет как медведь носом, гоните его в заши. Будь он хоть басист, хоть ударник. И помните, талантливый музыкант рано или поздно всегда начинает сольную карьеру. Актер, видимо, просто не понял, о чем шла речь, и решил, что его спрашивают про музыкальную группу. О да, мы уже сейчас видим Брэда с пластмассовой гитарой от рок-бэнд, играющего где-нибудь на музыкальном фестивале. Хотя такому красавцу и пластмассовая гитара отлично подойдет. Суперсекси-блонтинка Кристина Агилера не только поет и танцует, она еще и увлекается видеоиграми. Правда, это ей удается делать не так успешно. Из-за этого ей даже пришлось отменить свое выступление в телешоу. Впрочем, это не так сильно расстроила Кристина, как проигранная партия... Интеллект! А ты знаешь, что скоро выходит новый сталкер? Да кто же этого не знает? В общем, по этому поводу мы решили связаться с украинскими разработчиками. Руслан, привет! Добрый день, меня зовут Руслан Диденко. Руслан, давай, поделись с нами уже какими-нибудь новыми подробностями. По сравнению с предыдущими играми, зона станет, наверное, более пустынной. Основное изменение, которое мы придерживались, это сделать меньше сталкеров, больше мутантов. Мы не стали делать каких-то вот таких революционных изменений. Мы старались вот просто все, что у нас есть, сделать лучше. В первую очередь, это изменение интерфейса. Мы его уменьшили, сделали чуть более компактным, сделали чуть более читаемым. Добавили слоты быстрого доступа, сделали возможность одновременно нести два автомата. Кстати, а за кого мы будем играть? Главный герой игры это майор СБУ Александр Дегтярев. Это бывший сталкер, опытный сталкер, который по каким-то причинам начал сотрудничать со спецслухом. Руслан, ну и главный вопрос, когда появится игра? Примерная дата выхода сталкеров в Припяти, октябрь-ноябрь 2009 года. Что ж, подождем. Спасибо, Руслан, пока. Интеллект. А сталкер ведь украинская игра? Ну да. А что-то я украинского языка там не встречал. Да, без проблем, сейчас услышишь. Интеллект, а на других языках сталкер есть? Да, без проблем. Интеллект, а тебе никогда не хотелось сделать игру своей мечты? Да, всегда хотелось. Мне тоже. А знаешь, кого бы я сделал главным героем? Кто же этого не знает? Да ничего ты не знаешь. Если вы тоже задумались сделать игру своей мечты, наш следующий сюжет для вас. Идеальных игр не бывает. Никому-то не хватает в жизни приключений, и ему подавай сложнейший симулятор покорителя Эвереста. Кто-то спит и видит виртуальный покер и Ленарды. Границ совершенства нет. Миллионы поклонников видеоигр по всему миру мечтают о дополнительных стволах в любимом шутере или о новых сюжетных сценах в известной, но так уже надоевшей игре. А чем же грезят фанаты компьютерных развлечений? Что не хотели бы изменить них? А возможно, они тайно воображают игру своей мечты? Сейчас даже в самых современных играх нажимаешь на кнопочку, и, грубо говоря, происходит действие. Редко случается то, что герой тянет свою руку, то, что видно тело героя, персонажа не ощущается. Когда ты играешь в шекшн-первером лице, ты должен чувствовать вес персонажа. Мне не нравятся условности. Мне непонятно, как человек может таскать на себе 20 мячей, 50 луков и пару-тройка шлемов. Улучшить в играх мне всегда хочется, честно говоря, одно – это музыкальное сопровождение. Потому что, как правило, крутая игра, но не очень интересная музыка. В стратегии мне в основном не нравится искусственный интеллект. Я считаю, что он недостаточно еще высокоразвит. Время еще не пришло. Какие же вы любители игр-привереды! Их герой для вас недостаточно умный, и звук плохой, и реализм нереализм. Все эти бродилки и стрелялки – в первую очередь развлечения, если вы не забыли. Хотя ведь мы говорим об игре мечты. Но черт с вами. И какой же она, по-вашему, должна быть? Идеально было бы, чтобы юнит вел себя на поле боя, как действительно человек настоящий. Я бы хотел видеть в играх больше сюжета, больше донатургии. Я считаю, что будущее игр, игра мечты – это игра полностью интерактивная. Если вы хотите бежать в сумрачные горы, расправляться с летающими мышами, которые дышат огнем, вы должны честно встать на бегущую дорожку и нестись по ней с 30-килограммовым мечом в руке. Я бы, наверное, хотел увидеть там себя. Такого безумного рэпера, русского, бегающего там по Москве. Вот она, игра нашей мечты. Фанаты ликуют, разработчики мотают на ус. И не надо благодарить, дарить людям радость наш долг. Далее в виртуалити. Guitar Hero 5, Watchmen, Альфа Протокол, а также 12 тысяч евро за массовое убийство. И мир на пороге Звездных войн. Это виртуалити? Мы вернулись. Геймеры, помните, играть на работе нужно очень осторожно. А то вон парни из охраны завода по производству ядерного оружия притащили на работу PSP и давай рубиться в GTA. Ну и что? Наши охранники именно так и делают. Как это что? А вдруг бум? Короче, парней запалили и выгнали с работы. Но зато теперь они совершенно спокойно смогут поиграть во все игры из нашего следующего блока новостей. Помните лысого перца с синим, хм, синим перцем? Ну, того, который из фильма «Хранители», помните? Так вот, забудьте про него. Точнее, про двух этих перцев разы. В продолжении экшена Watchmen The End is Night вы будете играть за двух других перцев — ночного Филина и Роршака. В первой части проекта эта сладкая парочка громила все подряд. Ломала ноги, руки и голову нехорошим деткам. Удивительно, но во второй игре делать они будут ровно то же самое. И да, это все еще предыстория событий фильма, поэтому не удивляйтесь знакомым рожам. Зато игра наконец-то вышла в дисковом издании, а не в виде скачиваемого контента. Причем на диске вы найдете обе части этого брутального мочилова. Нет, ну когда же вы уже успокоитесь-то, а, кровожадные наши хранители? Кайбра Штрипфу, ты жалкая пародия на пирата. Ты даже бутылку рома в руках не удержишь. Выходи же, салага, и отведай моего клинка. Дерешься, как баба. О, мой дуд! Таким образом, злой пират Ле Чак подначивает молодого красавчика Гайбра Штрипфу. А дело происходит в игре Tales of Monkey Island. В трехмерном ремейке классических квестов LucasArts более чем в десятилетней давности. Разработчики планируют выпустить пять небольших эпизодов. Первый называется «Запуск кричащего нарвала» и повествует о таинственной инфекции Вуду, распространяющейся на Карибских островах. Да-да, и такое бывает. В игре много юмора, головоломок, дурацких ситуаций, пиратской экзотики и обезьян. Эх, пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хоу! Эй, а где бутылка? Как известно, американский футбол очень сильно отличается от той игры, которую принято называть футболом у нас. И мяч у них в дыне подобный, и футболисты в шлемах, и ворота огромные. Ну все не как у людей. А вот чтобы понять правила этой забавной игры, надо либо прожить горек в Америке, либо бросить в загон с курами рыбью голову. Шутка. На самом деле можно просто поиграть в новый симулятор этого вида спорта. Madden NFL 10. Тут все как жизнь. Все куда-то бегут, толкаются, хаффбеки, квотербеки пинают друг друга. И только очаровательные болельщицы вселяют бодрость и оптимизм. Вот такой этот спорт. Жестокий и беспощадный. А Madden это просто имя футболиста. Типа как бешеный дэнч. Любители клубнички снова ликуют. Street Fighter 4 для персоналок вышел совсем недавно, а народные умельцы уже сварганили патч, раздевающий женских персонажей. Давайте смотреть. Неплохо. Какая срамота. Ну в смысле, какая срамота? Это же ведь легендарные персонажи. Надеюсь, с героями игры из нашего следующего сюжета подобного не случится. Хотя, все может быть. Давным-давно в далекой-далекой Америке. Звездные войны. Эпизод сетевой Старая Республика. Злые ситки заполонили галактику. Но потом появилась целая армия джедаев, которая и навела порядок во вселенной. Это не любительская постановка «Звездных войн». Это презентация онлайновой РПГ «Star Wars The Old Republic» на прошедшей выставке G3. Как давние фанаты, мы записались в ряды разработчиков и выяснили, что же это за ММО-РПГ такое про джедаи. Это потрясающая возможность для всех фанатов «Звездных войн» попасть в любимую вселенную за пару тысяч лет до начала действия первого фильма. Мы придумали просто отпадный сюжет, и это несмотря на то, что игра онлайновая. Однако детали сюжета хитрый разработчик не раскрыл, уточнив лишь, что основной конфликт в игре разразится между Империей Ситков и Галактической Республикой. У нас в проекте восемь классов персонажей, каждый со своей собственной историей. Поскольку это ролевая игра, геймер сможет самостоятельно принимать решения и вершить судьбу своего героя. Так, это уже интересно. А что, реально можно будет играть за Ситха? Или за джедая? Или за кого-нибудь из семейства Джабы Хатта? Но это тот здоровый парень, который в фильме сжрал гигантских лягушек. Помните? Но какие классы у нас будут? Например, охотники за головами. Или контрабандисты. Хочется ведь побывать в шкуре Хана Сон. Знаете, там помотаться по галактике, убегать от всех этих плохих парней, от правительства, проворачивать темные делишки, палить во всех подряд, а уж потом задавать вопросы. Конечно, хочется. Особенно глядя на то, с каким вниманием разработчики подходят к созданию проекта. Помимо ролевых элементов, они сделали систему укрытий, как в Gears of War. А построение диалогов очень напоминает онные в игре Mass Effect. Особенно хочется отметить, что озвучены все персонажи. Представляете, буквально все. И это в онлайновой игре. И еще греет душу то, что The Old Republic является PC-эксклюзивом. Одно расстраивает. Дата выхода пока не объявлена. Но мы не теряем надежды. Любим, надеемся и ждем. Далее виртуалити. Шпион, который облажался. И 12 тысяч евро за массовое убийство. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Миллион. Представляете, миллион уровней создали пользователи для веселой аркады LittleBigPlanet. А компания-разработчик по этому поводу даже выпустила специальный ролик. Ха, лучше бы они новую игру выпустили. Да выпустят, выпустят. Я в этом уверен. Ну а пока давайте посмотрим, какие еще проекты появятся в самое ближайшее время. Школьники и студенты. Даешь рок. 1 сентября, прямо в день знаний, выйдет пятая час музыкального расколбаса под названием Guitar Hero. Всем рубить! Ну, так могли заманивать геймера для игры в Guitar Hero 5. Но вся фишка в том, что заманивать никого не надо. Эта серия и так пользуется огромной популярностью. А в пятом эпизоде проект обещает удивить всех новыми режимами вечеринка и рок-фестиваль. Легендарными музыкантами вроде Джонни Кэша и Карлоса Сантана и плейлистом на 85 песен. Все это музыкальное благолепие полностью совместимо с выпущенными ранее инструментами. Поэтому рубим рок, дети! Господа присяжные заседатели, вашему вниманию предлагается выдержка из протокола... Минуточку. Альфа-протокола задержания опасного шпиона Майка Торнтона. Это главный герой ролевого экшена Альфа-протокола. Его предало начальство, бросили друзья, враги перестали бояться. Все, что ему остается, это вернуть свое доброе имя, раскрыв очередной заговор плохих парней. А как это сделать? Прокрасться незамеченным и убивать неприятеля со спины. Или зайти с главного входа величавым терминатором, презрительно расстреливая набегающую охрану. Это уже решать игроку. Плюс нелинейный сюжет и интересные диалоги. Альфа-протокол это такой масс-эффект в настоящем. Поэтому я объявляю вердикт. Виновен. Приговор привести в исполнение 6 октября для консолей и PC. Игры не только отличный способ развлечься, но и возможность заработать бабла. Где и как это сделать знает наш киберспортивный обозреватель Лисориус. Да, такое имя лучше произносить, как Лисориус. Или нет, даже Лиссориус! Привет! Салют, Макс! Ты слышал новость? Михаил Шумахер решил вернуться за роль болида в Формулы-1. Видать, немец так и не утолил жажду скорости. И киберспортсмены Михаиля прекрасно понимают. Манящая это вещь, игра. Тем более, когда на ней можно заработать. Кто и сколько заработал? Сейчас расскажу. Королевство Испания. Знойный Бильбао. В конце июля именно сюда устремляются мастера виртуального хедшота. Киберспортивный пикник GameGune. Это контрстрайк для гурманов, поджаренный на сенсациях. Так малоизвестная команда Let PC, заручившись поддержкой родных стен, насолила многим европейским грандам. Включая и россиян. Пятерку смелых из Virtus.pro. В результате наши четвертые с полутора тысячами евро дохода. А чемпионство и чек на 12 тысяч у немцев Mouth Sports. Такая вот бухгалтерия. А в это время в Южной Корее на кону похожие суммы. Турнир Истар Сеул. Это, если кратко, ежегодный след гвардии электронных кутузовых. Генералы Старкрафта и Варкрафта 3, скрывая реальные имена никами, ведут борьбу до последнего юнита. И побеждают, как водится, сильнейшие. Голландец Граби изящно обставил всех в игре проорков, а весь Восток передрался за корону гения космических схваток. Досталась она Савиору, игроку за зергов. Но главные аплодисменты сорвал без малого 30-летний ветеран Лим Йо Хван, он же боксер, с которого когда-то и начинался бум корейского киберспорта. Живая легенда побывал в полуфинале. Даже самая интересная игра рано или поздно надоедает. Про геймеры, уж на что консерваторы, тоже требуют новых дисциплин. И в первую очередь шутеров. Поклонникам звездной саги Halo неведомы тревоги. На днях главный Xbox-бренд отпраздновал свой 10-летний юбилей и 6 лет членства в закрытом клубе электронных снарядов. С 2003-го Halo представлена как дисциплина на крупных турнирах. И даже не очень понятно, на что нацеливаться проигрокам в будущем. На подходе как сюжетное продолжение в лице Halo Orbital Dropshot Troopers, так и приквел Halo Reach. Мало того, в скорости по игре снимут аниме-сериал Halo Legends. В общем, играй и смотри. Но правы физики. Если где-то пребывает, то в другом месте обязательно убудет. Маститый игрозаводчик Epic Games выписал про геймерам голодный паёк. Заявление официальное. Никаких игр во вселенной Unreal в ближайшие несколько лет разрабатываться не будет. В кризис все силы команды брошены на фронт работ новый Gears of War. Чтобы как-то подсластить пилюлю, Эпики обещали выложить в сеть исходный код Unreal Tournament 3. Но, честно говоря, жарко от этого только создателям модов. Это был заезд по новостям киберспорта. Стремительный и не последний. Принимай управление, Макс. Увидимся. Спасибо тебе. Иссориус. Ну а на сегодня всё. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Геймеры встали на защиту российского флага, а также главные игры крупнейшей европейской выставки. И мы разрушаем игровые мифы. С вами был Макс Васильев. Стэнбай.